Девушки отдыхают 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 Профессор Голос Анатолий Михайлович. Кто за течет монтажную комиссию обратил в к количестве 5 человек, прошу голосовать. Кто за? Дякую. Кто против? Кто отрисовался? Одноголосно. Субъекты. В организационном комиссии надейшла пропозиция обратил введение протоколу в к количестве 2 человек. Есть еще пропозиции о количестве вкладов секретариата? Немае. А кто это все в ответственности? Крайше, по Наталье Васильевне. Это те, которые в лечебной комиссии должны быть? Ну да, но это с КТУ. Но они должны быть в считальной комиссии, да? Да, да. И они отказались прийти. То есть все, что с КТУ испугались, да? Те, что с КТУ, они не пришли. Красиво. Субъекты. 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 которая хотела, чтобы в городе Хривого Роза был маленький кемпедж, маленький кемпедж, вот с этого все началось, началось это объединение, но понимаете, объединять технически, объединять кемпеджу, объединять кемпеджу, объединять с экономистами, ну где-то так они говорили, что это достаточно, но сказали, что это не достаточно, это совсем достаточно. Мы не с самого начала, вы не сумеете, что это все происходит на наших глазах, но нам не дают, даже без слов. Мы для них чушьи, понимаете, совсем чушьи для них. Очень приятно, ты видишь, что в стенах этого учебного заклада я отримался от доктора науки, вот и мне подчастие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 с самостоятельностью и так далее, ничего этого не было. Больше того, то ставление, которое мы получили в этом объединении, продемонстрировано сегодня. Мы понимаем, что наши коллеги имеют разные позиции, но, может быть, не стоит ревноровать своих коллег. И можно все-таки вступить в какую-то дискуссию. А не просто намагаться такими не очень корректными людьми зірвать спори другого коллектива и продемонстрировать свою неповагу до коллег. Это не демократично, это, как раз так, не очень хорошо, с моей точки зрения. Ну, и на этом я хочу подкресниться, что люди, которые здесь собрались, это все-таки мужские люди, потому что в сегодняшних умовах все-таки это вилагает определенный уровень на смливости и мощности. И я рад за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чему ми намагаемося, и не тільки экономичный институт? Такие самые настрои есть в педагогическом университете. Я, соответственно, заявляю, что большинство участвуют в педагогическом университете кто-то так же против такого объединения, против этого голоса. Я заявляю, что такое объединение усувает конкуренцию в освете. В семисоттисячном месте створена монополия, которая снижает уровень подготовки студентов, которая снижает уровень оплаты и уровень вимогливости и снижает, усувает конкуренцию между вкладчиками, профессорами и так далее. Вы можете легко опиниться на ходе и вам не дадиматься. Инших вузов немало. То есть эта отсутствие конкуренции в величезном промышленном месте это очень-очень много. Мы знаем, что это основная приемка этой партии, которая была украинской области. Усунение всякой конкуренции. С такими позициями я так понимаю, что Европейский институт выступил еще весною. В тот же час поднимались ці питания, я закриваю. Но так сталася тогда ситуация, что единственным таким виходом заявить про свою позицию перед Министерством была возможность подать на конкурс на посадок. Я подав на конкурс с идеей повернення статусу тим вузам и тим подразделам, которые были объединены. Но, на жаль, выборы еще не произошли, и подальше это с тем, что я вообще не понимаю. Но я, конечно, рад, что есть представитель Министерства. Я рад, что у Экономического института есть реальная возможность сегодня повернуть свой статус, хотя это послабляет позиции Педагогического института и мои позиции, если вы до выборов вы должны выйти из этого благословения. На жаль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Киев, Криворийского экономического института от склада Криворийского национального унверситета. Я, как студент, который хотел вступать в Киевский экономический институт филиал в Криворий, был присутствием на дне открытия дверей, где Мазаров Петро Петрович, будучи ректором Киев, сказал, что Экономический институт не будет вступать в склады Киев. Протест на уведомых причин для студентов и, как выявил суд для выкладачей, в период 2011 года Экономический институт уехал до складов КНУ. С того самого момента начались изменения в начальном и организационном процессе. Измен в лучшую сторону, как вы видите, не произошло никакой. Что же произошло для студентов? Первое – это затраты в стипендии. Другое – урезание стипендии. Третье – тыс на студентов, вклады выкладачей, которые перешли до нас от КТУ. И это факт, и кто же про вас говорит, и кто же вас про это знает. Все знают, какой большой опыт у Киевского национального унверситета. Это 180 лет экономической работы. В то время как у Криворожского национального университета это около 4-5 лет. Также хочется сказать, что КНУ имеет статус научной сети исследовательского, и все студенты учатся по программам, которые созданы в этом университете, что гораздо лучше. И все студенты получают действительно качественные знания. Так как я являюсь студентом специальности международной экономики, на втором курсе изучала предмет основы горного производства. То есть, вот такая специфика учения была у меня. Преподаватели буквально усталкивали в голову то, что мы пойдем работать именно по этому профилю, именно в этой узкой сфере. Хотя, поступая на это специально, как лично я для себя, хотела бы какого-то более лучшего будущего, например, сотрудничества с международными компаниями, ну, в общем, чтобы была возможность для дальнейшего развития. В связи с вернением вашего коллектива до Министерства, он обратится к нашему ректору, чтобы ректору тогда взводу меня направить и кого-то Анатолия Михайловича, ректора КНУ, в качестве представника Министерства. Того я представляю однажды и Министерство, згідно из листа Церинького уроча КВИТа, и представляю наш университет имени Вадима Гея. Перш за все, я хочу вам передать втанью нашего ректора Анатолия Михайловича. Я хочу передать, что мы будем делать все возможное для того, чтобы вы повернулись в нашу велику семью. АПЛОДИСМЕНТЫ Я 92-го року працюю в цьому университеті. Багато років працював в примарній комісії, 10 років працюю проректором. И все эти годы я працював с керевнистом вашего института, встречался с всеми остальными директорами, и я с тем, что ваш институт динамично развивается. Ишло прирощение людского капитала, прирощение в планах организации навчального процесса. Багато людей захищало динсертацію. Ви жили нашим життям. Ви мали прекрасні робочі навчальні плани, яких немає. Я сьогодні подивився ваші плани навчальні, за яких 40 относили. За цими планами неможливо струбати сучасні компетенції. Ви вчилися по прекрасних робочим програмам, новітнім підходам до організації навчального процессу. И это все было. Как на меня, судячи по информации, я зараз утримаю и до сего, втратили практически всі субъекти освітньої деятельности. А главное вкратили студенты. И это я сьогодні встречался с выполняющим обовязки директора вашего института, который, до речи, мне запропонировал даже полночь сняти в его кабинет. Это уровень моральности, духовности, человеку, которая сегодня выполняет обовязки директора института. Да? Директор? Вот. Не дайте. И это в 21 столетии. И живем в 21 столетии. И с такой духовностью, с такой моральностью. Шановные коллеги. Безусловно, что вы имеете право на приединение, на повернение до нас. Но я думаю, что справедливость вона есть, но за ней нужно бороться. Я думаю, вам еще придется бороться. Потому что эти люди так не сдаются. Я думаю, что Петро Петрович право практически в всем. Единое я сделаю маленькое уточнение. Когда он сказал, что это проект для людей, это не правда. Ваше приединение – это искусное, аномальное. И это даже не проект попередренной влады. И даже не проект Бачника и Сулими, что это вы не делали. Это Восковский проект. Я много лет, я членом Международной академии наук вищей школы, которая создана на базе многих стран стран страны, стран страны СНД. Я часто бывал в Москве. Півроки я уже куда-то еду. Я всем отправил смс, всем членам Международной академии наук вищей школы, что я обязательно приду в Россию, но в Россию без Путяна. АПЛОДИСМЕНТЫ Семь лет назад в России начались реформы, которые были до двух моментов. Уже была полностью централизована модель под одну человеку, которую даже человек назвали Вашим. И осталась высшая школа, которую нужно было подпорядковать под эту централизованную модель. И вытекла идея, чтобы создать такие аномальные монстры. Я, например, был в Пскове, там 7 вузов, все собрали аграрный, будильный, экономический, технический, люди, коди, зверь, все так. Від цього нічого никто не отримал. Але що зробили наступно? Поставили на чоли цих монстрів людей, які не мають відношення а не до освіти, а не до науки. Все присутні знають Российскую академию экономичного имени Плеханова. Правда? Правда. Зараз ректором, так, уже 4 роки колишній губернатор Костровской области, який має відношення до освіти, як я на Космос. І таку мати хотіли створити в Україні. Тому що те, що робилося, це схеми було. От, що не візьми схема? Для чого? Для того, щоб тримати. Для чого? Для того, щоб заробляти. Для чого? Для того, щоб поставити своїх моральних уродів. Наче лівні цитинги. Ось вам правда. Я вас не отманюю. Це так. Це російський проєкт. І він у вас прижився. І цих треба, очевидно, закінчити. Шановні колеги, наш університет зараз дійсно розвивається динамічно. У нас з'явилося багато нових проєктів. В ректорат прийшло багато нових людей. Ми реалізуємо зараз декілька програм. Перша – це програма інноваційного розвитку університету до 2015 року. Друга програма – це програма імплементації закону про вищу освіту в освітній діяльність нашого університету. Ми потримали статус дослідницького. Зараз багато робимо для того, щоб вийти в європейське співтоваренство. Виконуємо декілька програм по лінії темпу Стасіс. Створюємо нові факультети. На минулому тижні за моєю дістилю створено 10 факультет управління персоналом соціології та психології. Ми відкрили дві нові спеціальності – соціологія, психологія. І будемо розвивати свою освітню діяльність. Відкриваємо нові вчені ради по закисту дезертації. Отим словом, ми робимо все можливе, щоб дітям не закривати сонце. Ми живемо для них. І я сказав людині, якою я зустрічався, що ви робите велике горе. Вас Бог накаже – не можна дітям закривати сонце. Чому ви їх так не любите? Вони втрачають. Моя остання монографія, яку я написав – це вже 21 монографія. Вона називається «Соціальна відповідальність». Мені дуже приємно, що в цій залі я бачив соціальне відповідальне людей. Я порадую ви тим, що вас залишилися без відповідальними прочитати цю монографію. І щоб ви від них прийняли завік. На іспит вони ніколи, мені здається, не здадуть. А хоча б завік, яка і здадуть вам. Я вважаю пустіхів. Слава Україні! А скажуть, що все підстроєно. Тому що всі «за» – це ж не… Нужно хоч проти, хоч один. Хоч символічні. Таких немає, їх ні. Взагалі нікого, хоч один. Ну хоча б назначте когось. Попробувати перед Міністерством освіти і науки України про повернення Криворізького економічного інституту до складу державного вищого навчального закладу Київський національної економічного університету імені Венима Дейтмана у складі карт, конструктурних підрозділів та на матеріальній базі, що були приєднані до ДВСЦ КНУ у 2011 році, постановою Кабінету міністрів від 21 вересня 2011 року номер 280 наказ Міністерства освіти від 30 травня 2011 року за номером 501. Клопотати перед Вчинною Радою Криворізького національного університету про повернення Криворізького економічного інституту до складу державного вищого навчального закладу Київський національний університет імені Венима Дейтмана. Прошу голосувати. Хто сам? Прошу голосувати. Хто проти піднімити вас за рубля? Так звісно. Чому я мать сюди не уйдув? Хто втримався за таку пропозицію? Немає. ПОДПИШИСЬ!